Завтра, 11 апреля, отмечается День памяти узников концлагерей. Сегодня в Государственной Думе пройдет, вы знаете, предпремьерный показ фильма. И в три часа дня в кабинете 10.04 старого здания состоится встреча с общественными организациями, которые объединяют узников, для того, чтобы поговорить о тех проблемах, с которыми они сегодня сталкиваются, о мерах социальной поддержки. И я думаю, что в очередной раз мы услышим страшные истории того времени, в которых побывали те, кто сегодня придут на встречу с нами. Сегодня в Государственной Думе будет рассмотрен в третьем чтении и принят законопроект. Фракт СЛДПР его поддержит. Направлен он на защиту прав детей при оказании им соответствующих услуг по организации детского отдыха. Мы помним ту страшную трагедию, в результате которой погибло больше 10 человек. В 2016 году в июне в Карелии на Сямиозере в результате халатного отношения, недоработки, отсутствия должного контроля погибли дети. Сейчас идет судебное разбирательство. Сегодня продолжится рассмотрение этого дела уже в Карельском суде. На скамье подсудимых 6 человек – это организаторы этого лагеря, это инструктора, это сотрудники Роспотребнадзора, которые халатно отнеслись к своим обязанностям и недосмотрели те недостачи, недоработки, которые в том числе и привели к трагедии. Но если вспомнить то, что творилось два года назад, когда эта трагедия произошла, то задаемся вопросом, почему из поля зрения ушла та сомнительная фирма, которая эти путевки продавала, организовывала, постоянно выигрывая конкурсы, а понесут ли какие-либо должностные лица, соответствующие ответственность за то, что с такими компаниями заключались договора и такие компании привлекались для того, чтобы детям организовывать такой вот отдых и досуг. Пока это большой вопрос. Получается, страдают студенты, которых привлекли в качестве инструкторов и даже не заключили с ними нужных договоров. И вот они сегодня на скамье подсудимых. Но, как мы понимаем, рыба гниет с головы, и нужно смотреть в корень проблем. И сегодня в третьем честении будет рассмотрен тот проект закона, который частично решит существующие проблемы. То есть появляются дополнительные меры общественного контроля, появляется дополнительная возможность для того, чтобы через интернет посмотреть, какие предлагаются маршруты и насколько они соответствуют тем нормам и требованиям, которые существуют. То есть дополнительная прозрачность и открытость будет. Общественный контроль дополнительный будет. Будет разработан типовой договор для того, чтобы семья и уполномоченный орган мог этот договор соответствующий заключить. Но это, конечно, до конца проблему не решит. Корень зла, к сожалению, это халатное отношение, это наплевательское отношение. Ведь у нас есть такая пословица. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ведь МЧС информировал о том, что изменится погодное условие в том 2016 году перед трагедией. И руководство лагеря знало об этом. Но не были приняты решения, которые бы остановили выполнение тех маршрутов или той экскурсионной программы. И жертв можно было бы тогда избежать. ЛДПР поддержит эту законодательную инициативу. Но мы предлагаем посмотреть глубже на всю проблему, а вся проблема в банальной халатности и в желании зарабатывать. В том числе на жизнь детей, как показывает практика, к сожалению. Еще один важный законопроект во втором чтении сегодня будет рассмотрен. Он направлен на создание дополнительных стимулирующих механизмов для тех организаций, которые производят детские мультики, так скажем. И вводится льготная процентная ставка по отчислению в Пенсионный фонд России. И те выпадающие доходы, которые возникают, они будут компенсироваться за счет федерального бюджета. Эта инициатива будет поддержана, комитету рекомендуют поддержать, ЛДПР ее поддержит. С одной стороны, мы понимаем, что необходимо развивать и стимулировать такие организации, которые занимаются развитием отечественной продукции, для того, чтобы потом не удивляться, когда, вырастая на зарубежных мультиках, дети начинают совершать неадекватные какие-то вещи, или им через мультики навязывают субкультуры, привычки или даже манипулируют их сознанием и их психикой. Поэтому, конечно, здесь нужно поддерживать такую инициативу. Но одновременно с этим мы понимаем, что пенсионная система сегодня, она нуждается в серьезной доработке и реформировании. И постоянное предоставление таких вот льгот отдельным отраслям – это дестимулирующий момент. Проще всего понизить ставку для тех или иных производителей, но при этом пенсионная система, она остается в плачевном состоянии, деградирующем состоянии и не развивается. Поэтому наряду с предоставлением таких вот льгот, таких пониженных процентных ставок, нужно и стимулирующие механизмы иного характера, которые бы позволяли пенсионную систему развивать. И только тогда можно было бы говорить о том, что пенсии могут расти. Сегодня пенсионный фонд, он с огромным дефицитом, который гасится за счет средств федерального бюджета. И, конечно, ни о каком росте, серьезном росте пенсии говорить не приходится, пока система так работает, что бюджет пенсионного фонда остается дефицитным. Только когда он будет недефицитным, можно говорить, соответственно, об увеличении пенсии. А пока даже индексацию полноценную невозможно провести, потому как в государстве не находятся средства для того, чтобы проиндексировать пенсию работающим пенсионерам, например, или другие выплаты. Поэтому мы поддержим эту инициативу, но предлагаем еще раз обратить внимание на существующую проблему в системе обязательного пенсионного страхования.